Здравствуйте! Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Меня зовут Дмитрий Книга. Сегодня в выпуске вы увидите. Накануне Дня строителя почетные гости посетили производственное объединение «Алдес». Я от всей души хочу пожелать от имени Совета депутатов Ленинского городского округа новых проектов, новых идей, каких-то творческих, интересных задач. В жилом комплексе «Живописный» завершается строительство детского сада. Это шестигрупповой детский сад. Он будет прикреплен к Лопатинской СОЖ. Здесь будут функционировать две группы. Ежемесячно в амбулаториях Ленинского округа приемы ведут узкопрофильные специалисты. То есть тут ежемесячно ты можешь прийти и спокойно получить консультацию и все направления. Накануне Дня строителя глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко наградили лучших сотрудников производственного объединения «Албес». Подробнее в нашем сюжете. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский накануне Дня строителя традиционно посетил российское производственное объединение «Албес», чтобы поздравить с праздником сотрудников предприятия. Более 25 лет компания производит отделочные материалы для зданий и сооружений. Уникальное производство «Албес» за это время, это почти 30 лет на рынке, это стало с одной стороны брендом, который известен далеко за пределами Ленинского района, округа, за пределами Московской области они работают. И в этом смысле это повод для гордости. На предприятии трудятся более 1100 человек. В своей профессиональной деятельности компания напрямую связана с возведением объектов и по праву считает День строителя профессиональным праздником. Мы работаем с архитекторами, мы работаем с компаниями-подрядчиками, мы пытаемся заложить нашу продукцию на объекты и успешно ее реализовать так, чтобы наш клиент остался доволен. А наша компания, компания «Албес» занимается производством изделий из листового металла, это подвесные потолки, фасады, стеновые панели, колонны, фальш-полы, в общем, большой спектр продукции. Мы прямое отношение имеем к строительству, может быть, мы сами не строим, но максимально помогаем строителям выполнять свою миссию. Также собравшихся поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Он отметил большой вклад «Албеса» в развитие округа. Я от всей души хочу пожелать от имени Совета депутатов Ленинского городского округа новых проектов, новых идей, каких-то творческих, интересных задач, выполнимых задач для всего коллектива. Ну и, конечно, всем нам мирного неба над головой. И с праздником! В числе заметных проектов, где использовалась продукция компании, 38 станций недавно открывшейся большой кольцевой линии московского метро. Аэропорты в Геленджике и Южно-Сахалинске, Ледовый дворец в Омске. Лучшие сотрудники во время мероприятия были отмечены наградами и почетными грамотами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Неподалеку от деревни Жабкино возводится жилой комплекс, получивший название «Живописный». В нем практически завершено строительство первого корпуса, а вместе с ним и детского сада. Готовность учреждения к началу учебного года проверили депутаты, руководители территориального отдела и представители местного отделения партии «Единая Россия». Работал на месте и наш корреспондент Максим Козлов. У нас пищеблок находится с торца здания. Соответственно, машина спокойно, беспрепятственно, без заезда на детскую площадку может разгрузиться. Экскурсию по территории детского сада проводит представитель компании-застройщика жилого комплекса «Живописный». При возведении здания старались продумать все до мелочей, а вот название пока не придумали. Здесь, я думаю, что будут какие-то животные, чтобы хотя бы краски тоже какие-то раздобрать. Как у нас там есть на стенах, слоник там, да? Да, да, что-нибудь мы придумаем. Депутаты Алена Какоева и Ирина Архангельская, руководитель территориального отдела «Булатниковская» Ирина Дубровская и представители местного отделения партии «Единая Россия», приехавшие проверить готовность нового детского сада к началу работы, были приятно удивлены уже увиденным на улице. И такое впечатление, такое строительство, во-первых, и название само живописное. И потом детский сад, вы посмотрите, как он красиво обработан, такие площадки прекрасные. Я считаю, что для жителей это будет просто подарок. Экскурсия продолжилась уже внутри сад. Находится на первом этаже жилого дома. Здесь, помимо групп, разместили кабинеты логопеда и методиста, музыкально-спортивный зал, помещение пищеблока. Приготовка, разогревание, хранение блюд. И, соответственно, вымечать через сармонок, чтобы без доступа персонала. Сад рассчитан на размещение 130 детей. Поскольку он будет входить в структурное подразделение Лопатинской школы, посещать его смогут ребята из жилых комплексов «Государев дом» и «Видный город». Это шестигрупповой детский сад. Он будет прикреплен к Лопатинской СОЖ. Здесь будут функционировать две группы для детей раннего возраста. Это с двух до трех лет. Две группы от четырех до пяти. И две логопедические группы. Строители позаботились о том, чтобы ребятам было просторно. Общая площадь детского сада – полторы тысячи квадратных метров. Любая групповая – это больше 50 квадратных метров. И спальная комната. 52-53 квадратных метров. И спальня ориентировочная также. Где-то 48-50 квадратных метров спальня. Уже сейчас идет активный набор специалистов, которые будут работать в новом детском саду. Ведь его открытие не за горами. Мы готовимся к дате 20 сентября. Делаем все возможное для этого. Конечно, скажу, что есть некие сложности, но мы стараемся их преодолеть. И идем к этой дате. Судя по тому, что увидели гости и наша съемочная группа, успеть к назначенной дате вполне реально. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Позаботьтесь о своем здоровье. С таким призывом к населению обращаются врачи Видновской районной клинической больницы. Тем более, что сделать это проще, чем кажется. Медицинское обслуживание стало доступнее. Ежемесячно в амбулаториях Ленинского округа приема ведут узкопрофильные специалисты. О том, как к ним записаться, расскажет Юлия Погасьян. Юлия Дралина живет в отдаленном от видного населенном пункте. Транспортной доступности до города нет. Добраться можно только с пересадками. Амбулатория Горок Ленинских – единственное подспорье, особенно теперь, когда здесь появился прием узкопрофильных специалистов. Сегодня Юлия пришла к врачу от Арина Ларингологу. Для меня это очень удобно. Тут ежемесячно ты можешь прийти и спокойно получить консультацию и все направления. И таких желающих рядом с домом получить квалифицированную помощь пациентов достаточно. Запись составляется заранее. Направление дает терапевт. График выездных специалистов формируется на три месяца вперед. Свободных окон не бывает. Хирурги, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, окулисты. Все пациенты наши, особенно диспансерная группа, осмотрены. Все поставлены на диспансерный учет и ведется коррекция лечения. Сегодня в амбулатории Горок Ленинских принимал хирург и лор. Некоторых пациентов с хроническими заболеваниями врачи и выездной бригады ведут не первый месяц. Следят за динамикой, корректируют лечение. Если что-то серьезное, то мы, конечно же, приглашаем уже, либо сразу же отсюда направляем в Монике, либо приглашаем к нам в стационар и, соответственно, там дальше уже дальнейшую тактику определяем. Подобные приемы узкопрофильных специалистов проходят во всех амбулаториях Ленинского городского округа. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета. В следующий свой приезд, 30 августа, врачи ждут маленьких пациентов. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Зрелищные события ожидают поклонников футбола в ближайший выходной. В субботу на стадионе «Металлург» состоится игра в рамках 15-го тура чемпионата Московской области Лига А. «Металлург» «Видное» встретится с командой «Восток» из «Электростали». О подготовке к этому матчу расскажет Тамара Абидова. «Металл против стали» – так называют в спортивной среде предстоящую борьбу. Очередная встреча с противником – шанс на победу, каждый из которых открывает возможность успешно продвигаться уже в профессиональную футбольную лигу. Именно такие цели ставит перед собой команда «Металлург» «Видное». Футбольный клуб основан в 2020-м. В нынешнем году его состав полностью обновлен. В турнирной таблице чемпионата Московской области по футболу Лига А наша команда на четвертой позиции. Потенциал игроков, по мнению профессионалов, говорит о возможности продвижения в первую тройку. Так считает и тренер команды Юрий Быков. «Если мы займем второе, третье место, то будем профессионалами. Уже перейдем на другой уровень, на одну ступеньку выше. Вот это мы стремимся, чтобы прославлять город «Видное» профессиональным клубом». Перед предстоящим чемпионатом команда активно тренируется. Молодые, амбициозные, уверенные в себе футболисты 2004-2005 годов рождения являются выпускниками спортивных школ. Все они прошли жесткий отбор сильнейших игроков из большого числа претендентов. Капитан команды, видновчанин Денис Антонов, увлекается футболом с самого детства. Оттачивал мастерство в спортивной школе Олимпийского резерва «Алим». Команда вся молодая, все на одной волне. Радуемся, играем, работаем. Все здесь. Ведем вверху таблицы, поэтому, в принципе, для новой команды это очень хороший результат. О том, что команда набирает популярность, говорит и количество болельщиков. Если на первые игры их собиралось до 50 человек, то теперь сотни. А такая поддержка дорогого стоит, ведь победы ребят пополняют сокровищницу спортивной славы округа. Тамара Абидова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.